Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! У нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22, звоните, задавайте свои вопросы. Мало того, я даже предлагаю не ждать, пока пройдет время, а задавать вопросы. Независимо от темы нашего разговора? Или зависимо, да? Да, ну, собственно, я еще раз тогда проговорю, что мы пробуем менять наш формат, вот прямо здесь на переправе, и не сдавать тем самим, то есть не мы решаем, о чем мы будем говорить, хотя у нас какие-то заготовки, безусловно, есть, потому что сидеть в прямом эфире, молчать и смотреть друг на друга, говорят, что это не очень правильно. Хотя такое в психотерапевтическом кабинете происходит, иногда это очень содержательно, когда вызревает какая-то тема. Хотели бы не мы задавать темы, не только мы, да, и не предлагать эти обсуждения, а может быть дождаться, и такое у нас уже было, и я благодарен предыдущим нашим зрителям, да, дождаться, когда к нам люди звонят, и, ну, предлагают свои какие-то вопросы, свои какие-то размышления. Собственно, такой формат, наверное, и, ну, мне, по крайней мере, интересен намного больше, чем вот просто выгружать какую-то информацию, какой-то опыт. Алексей, мы услышали, у нас звонок. Отлично. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Мне бы хотелось узнать, вот приезжает скорая, вызываешь скорую, приезжает скорая, в больнице, говорит, у нас нет места. Если, например, мы же найдем место, вдруг это будет стоить 70 тысяч. То есть, почему это так платные услуги, имею в виду, на скорой помощи. Вы про себя рассказываете? Это ваш опыт? Про себя рассказываю. У меня вот друг на работе, он мне рассказал, я хочу уточнить просто. Приехала вот эта скорая помощь и заявил, говорит, у нас места нет в больнице. Если, ну, мы найдем вот место, ну, это будет стоить 70 тысяч. Спасибо. Спасибо. Да, ну, намеренно, наверное, Елена, спасибо, что вы задали вопрос какой-то нашему зрителю. Я не задаю вопросов, ну, с одной стороны, вроде бы этот вопрос так, ну, у нас психологическая, психотерапевтическая передача. Но он технически, возможно, не к нам относится, да? Мы не можем нести ответственность за скорую или за недобросовестность врачей, если такие факты. Но человек, как я услышала, позвонил со своими переживаниями. Я так поняла, что эта история все-таки в большей степени связана с кем-то из его знакомых, и он, возможно, эту ситуацию примеряет на себя. И он ищет помощи, потому что он бессилен, как ему кажется, как-то повлиять на это. Я думаю, ну, для меня, по крайней мере, в этом звонке, который, как я уже сказал вначале, кажется, что он в другие службы должен быть адресован, да? Ну, если мы говорим о том, что вопрос должен решиться, потому что вопрос в практической стороне, очевидно, такой сложный, да? К скорой помощи, к организации госпиталей, стационаров и так далее. Но у него действительно есть у этого вопроса психологические компоненты. С одной стороны, вы сказали о примирении каком-то. Я думаю, что в этом смысле любой, возможно, человек, кого, а сейчас мало кого не беспокоит вопрос госпитализации, любой человек мог бы позвонить в студию и задать такой вопрос, не разбирая, какой доктор сидит. Ну, в какой-то степени я это осознаю, что врачи, медработники сейчас – это представители вот той помогающей службы, которая одновременно и вовлечена в помощь, одновременно собирает все, в том числе, негативные отклики, которые есть. У нас еще звонок, да? Нет, звонок сорвался очередной у нас, да. А, звонок сорвался. То есть можем продолжить. Можем продолжить. Вот. И, возможно, вот такое какое-то возмущение о том, что как и что происходит, как мы готовы или не готовы справляться с нынешней инфекцией, да? Это вот один такой момент, и этого возмущения, может быть, и сожалений очень много. Мы об этом уже говорили с вами в передаче. В этом даже обида какая-то слышится. Нет, в этом обида, и в этом, конечно, вопрос о несправедливости. Безусловно, ну, как это правильно и обычно делается, надо разбираться, да, что за скорая, что за бригада, потому что если мне сказал мой друг, что там было и так далее, да, обычно решать нужно конкретные вопросы. Вот. Здесь есть, кажется, вопрос о несправедливости, почему то, что должно быть организовано бесплатно, ну, или по форме ОМС, да, организуется платным образом. Но я еще вот этот момент услышал, я хотел бы его... Перебью, Алексей, у нас звонок. Да, ну, хорошо, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Наталья Юрьевна, у меня вопрос как раз, наверное, по теме передачи. Хорошо. Сейчас очень многие мучают с обессонницей, и невозможно вот эти спецпрепараты, которые предлагают. Вот, если человек не может долго заснуть, это не связано с каким-то нервным напряжением, там, на ночь не объелся, и всякие там, какие-то другие проблемы. Вот, что вы можете посоветовать? Кому? Что, идти к врачу? Или еще что-то пробовать? Какие-то народные методы все уже перепробовала, не помогают. Медицин, да, по-моему, пила, всякие сонатоны, пила. Вот, что вы как психотерапевт можете посоветовать? И если идти, то к какому врачу? Не кладите трубку, Наталья Юрьевна, да? Да, просто. Да, Наталья Юрьевна, а что вы делаете, когда не спите? Можно такой? Я ворочаюсь, ну, начиная с 10 часов до 5, и ворочаюсь с боку на ногу. А когда вы перестали спать? Когда это случилось? 10 лет уже назад. Ага. И 10 лет? Ну, так, знаете, так это, с переменным успехом иногда, когда вот так ночь промаешься, где-то, может быть, я даже посплю одну ночь, вторую. Ну, это вот, я считаю, что это проблема, разве, где говорят о том, что надо спать 8 часов? У меня сила получается, ну, в самом лучшем, в курсе 5, а в основном так, 3-2. Еще вопрос, Наталья Юрьевна, вот вы сказали что-то такое, что бессонница не связана со стрессом или с волнением. Ну, мне так кажется, мне так кажется. Да, а почему вы об этом вообще сказали? То есть, откуда такая мысль, вот, связать... У меня началось с большого стресса все это, вот, было заездие в семье, и после этого вот это все понеслось. Ага. А почему тогда вы говорите, что это не связано, если это... Ну, сколько лет уже прошло, вот это же должно, наверное, было как-то устаканиться. Угу. Угу. Должно было устаканиться, а вам как кажется, это устаканилось или не устаканилось? Знаете, вот, честно говоря, не знаю. То есть, есть и за, и против этих, ну, скажем так, вариантов, за то, что устаканилось, и за то, что не устаканилось? Ну, да, иногда вот эти воспоминания тяжелые накрывают, и как-то от них, вот, ну, невозможно от них как-то отказаться. Вот они вот бывают, что всплывают. А что вы тогда делаете, Наталья Юрьевна, если они накрывают? Ну, ничего, я вот кручусь и пытаюсь заснуть. Нет, я имею в виду, вы сказали, накрывают воспоминания, и вы в это время в постели, или вы что-то делаете? Да, конечно, нет, я вот как легла, допустим, 10 часов, я так и кручусь до 5 часов. Угу. Спасибо вам. Я, мы попробуем сейчас дать какой-то ответ, может быть, он будет для вас... Веер, наверное, ответов. Возможно, какой-то из них вам подойдет, и как-то ваше дело, может быть, сдвинется с мертвой точки. Если нет, я надеюсь, вы нам еще раз дозвонитесь, и мы продолжим этот разговор. Хорошо? Спасибо, спасибо. Всего доброго, здоровья вам. Спасибо вам тоже. Я благодарен Наталье Юрьевне за звонок. Надеюсь, она сейчас... Я знаю, просто там, пока дозвонишься, это надо выключить телевизор или отодвинуть, то есть вот она доберется до телевизора, чтобы не фонило, я имею в виду. Отвечаю, наверное, сейчас порассуждаю по поводу того, о чем она спросила, а заодно знаю, что такое количество вопросов или такое количество обращений, ну, с такими подобными обращениями люди приходят. Мы даже как-то одну передачу посвящали теми бессонницы. Ну, или скользко говорили. И вот некоторое количество вопросов моих, для меня, по крайней мере, позволило все-таки связать предположительно бессонницу Натальи Юрьевны и ее душевную жизнь. Ну, назовем это так, да? Или жизнь души, жизнь психики, если можно так сказать. И, наверное, если говорить о рекомендациях, о том, о чем Наталья Юрьевна спросила, я бы, конечно, ей порекомендовал пойти к специалисту. Ну, может быть, к психотерапевту это было бы правильным решением, да, или к психологу. Откуда такое, то есть не только прибегать к медикаментам, не только к народным средствам, но и пойти к человеку, а мы их называем психологом и психотерапевтом, к человеку, который профессионально заточен на то, чтобы разбираться или помогать человеку разобраться в его душевной жизни. А что там внутри происходит? Вот, и мне кажется, Наталья Юрьевна сама отчасти это понимает, то есть это в сознании есть, она нам об этом говорит, что вот я зацепился за это, да, это не связано со стрессом. С напряжением. Да, с напряжением. Почему, я думаю, во фразе Натальи Юрьевны, откуда возникла эта фраза, да, она говорит, у меня бессонница, не связанная со стрессом. Она как будто бы задает вопрос, но при этом для нас же пытается уже исключить тему, вот в которую я уже сама подумала, я точно знаю, что это с напряжением не связано. Но я не сплю, но мы как специалисты знаем, что события, которые пережиты, травмирующие события, тяжелые, даже много лет назад они могут уйти в фон и где-то в глубине у нас таится, продолжает существовать и время от времени выходить на поверхность и давать о себе как-то знать. Например, в виде бессонницы. Да, я с вами соглашусь, пережитые или не пережитые события, ну, наверное, если говорить о том, что признаком того, что событие прожито или пережито, ну, в том смысле, в котором... Да, пережито, тут несколько значений можно, да, пережитое, если я выжил, значит, я его пережил, но, с другой стороны, действительно, в душе происходят какие-то процессы, и я, возможно, боюсь даже заглядывать в ту свою травмирующую историю, потому что она очень болезненна, прожито, вы сказали. Может быть, даже не столько боюсь, опять же, люди говорят, они не боятся, ведь, Наталья Юрьевна, я часть понятна сейчас, фантазирую за, по поводу того материала, по поводу того, ну, обрывочных сведений, конечно, если бы у нас была консультация, я бы больше спросил на одной, на второй, на третьей, чтобы вот эту картину как-то восстановить. Но возвращение Натальи Юрьевны к переживаниям, в том числе во время, когда она могла бы спать или когда она должна бы спать, или когда все здоровые люди, условно говоря, спят, свидетельствует о том, что вот она возвращается к этим событиям, может быть, не боится, но она не знает, что с этим делать. То есть она не знает, что кроме, назовем это так, нового и нового просмотра, нового и нового погружения, нового и нового воспоминания и, может быть, травматизации, есть такое у психологов, да, если я просто вспоминаю и никуда не двигаюсь, я лишний раз, ну, какую-то вот такую травму себе наношу, да, или не даю этой ране зажить. Ну, вот как ковыряют рану, иногда душевную рану также ковыряют, не видя, куда это может привести дальше, да. Что это за непозволение себе забыть? А потому что... Если я забуду, начну жить свободной жизнью, спать спокойно, я в чем-то виноватой, буду себя чувствовать? Я думаю, что... Предполагаю, что история, о которой мы ничего не знаем, история жизни Натальи Юрьевны, которая осталась там 10 лет назад, по факту что-то, возможно, закончилось. Ну, по факту я имею в виду в таком, в реальном мире, скажем так, а для душевной жизни не закончилось. Для душевной жизни наступил такой временной, вне временной промежуток. То есть что-то, что-то прервалось, что-то не закончилось, что-то подвисло, что-то, что постоянно о себе напоминает. И 10 лет, 15 лет, 20 лет, я говорю про практику, здесь не возраст. И я почему еще говорю, что это, ну, в какой-то степени уж, извините, Наталья Юрьевна, такая типовая ситуация, извините, потому что в данном случае я ее обезличиваю. Ну да, каждый все-таки свое уникальное. У каждого своя, безусловно, да. Ну вот какие-то типовые вещи есть, когда люди говорят, ну, это же уже 20 лет назад произошло, я уже должен был это пережить. Ну вот, и это правда, какие-то вещи сами по себе затягиваются, какие-то раны душевные, а какие-то душевные раны не затягиваются. Вот в интересный момент Алексей обозначили, что человек вспоминает историю, и он вот как заезженную пластинку ее. Я даже за собой замечаю, что некоторые истории, которые я прожила в 15, в 20 лет, я начинаю их рассказывать и рассказываю вот ровно теми же самыми словами, ну, что я там рассказывала их в 15, в 20, хотя сейчас в силу своего возраста у меня, возможно, и кругозор шире уже, и словарный соопас больше, и понимаю я в душевных процессах больше, но при этом я продолжаю рассказывать. И вот в момент, когда я себя поймала на этом, что я действительно как заезженную пластинку рассказываю какие-то свои события, я начала пытаться их рассказывать чуть-чуть по-другому, пытаться видеть ситуацию шире, со стороны, вот такое понятие, да, мета-взгляд, взгляд сверху, где была я, где были другие участники событий, а что еще происходило, стало добавлять какие-то действия, возможно, ну, не знаю, эмоции там других людей, а не только вот про свои страдания, про свои переживания. Может ли это быть рекомендацией для Натальи Юрьевны, вот попробовать на ситуацию посмотреть чуть шире, со стороны, или, не знаю, с позиции другого человека? Это очень хорошая рекомендация. У людей иногда с этим возникают проблемы, что значит смотреть по-другому. То есть, дайте пример. Что значит, ну, я же из своей головы не выпрыгну, я как смотрел на это, но вот это вот ваше описание, я сейчас подберусь к примеру, ваше описание очень интересное. Это похоже, помните, как мышиный король заколдовал всех в щелкунчики, и все замерли на месте. Ну, если я ничего не путаю, у меня такое бывает, слепание разных историй, да? Ну, то есть, что это значит? Король, королева и все придворные застыли в одном положении. Ну, как слова в вашей истории, да? И они не живы и не мертвы. То есть, они так могут существовать очень долго. Они замерли, да? Они застыли. И их можно... Слышишь, красавица, сто лет спала вместе со своими придворами. Да, и вот это вот, ну, какое-то такое для меня близкое описание, что вот эта боль там, да, какая-то история, которая рассказывает похожими словами, одними и теми же словами, это вот как вот это самое застывшее королевство. То есть, я ему об этом говорю. Лежит в янтаре, да? Которая вот как камнем на душе висит, но вот что-то там внутри... Вопрос такой, есть ли кому, Наталья Юрьевна, не рассказывать эту историю? Это первый вопрос. Потому что здесь иногда бывают проблемы... Десять лет спустя она может натолкнуться на отвержение и скажет, ты что, господи, десять лет прошло уже, ты все с этим... Это очень часто бывает. Иногда проходит пять дней, ну, по поводу каких-то событий, и человек говорит, как я снова возобновлю этот разговор, все уже проехали, у него там осталось, ему кажется, что для других уже, ну, прошло время, да? А тут десять лет. И действительно, это очень важный вопрос, иногда ключевое, кому я эту историю буду рассказывать, да? Найдется ли тот человек? И здесь опять отсылка, может быть, к специалисту. Специалист — это тот человек, которому рассказывают вот такие истории ни жизни, ни смерти, да? Застывшие истории. Рассказать историю можно своему дневнику. Вы неоднократно рекомендовали писать дневник. Подходит ли писание дневника сюда, к бессоннице? Я думаю, что... Расскажу сейчас, может быть, молодежным языком. Дневник для этого должен быть достаточно прокачанным. То есть дневник должен быть наполнен еще каким-то материалом. Ведь как дневник становится дневником? Это не просто тетрадка, в которую я занес какие-то слова, да? Ну, то есть дневник — это не просто исписанная тетрадка, ну, на мой взгляд. То есть это некоторый собеседник, это некоторый такой другой... Человеком его не назовешь, но это что-то другое, с кем можно советоваться, кого можно перечитывать. То есть в какой-то степени он отправляется с определенного времени, и люди это чувствуют, в свое собственное плавание. И к нему относятся... В него вообще выбирают, что записать и чего не записать. Его как-то берегут. Ну, то есть к нему начинают как-то относиться. Вот когда это отношение появляется, тогда с дневником налаживается какая-то связь. Ну, с каким-то предметом таким, да? Даже не важно, что, казалось бы, ведь я его наполнил словами, я, может быть, каждую запятую там знаю, я захочу вычеркну, захочу добавлю, да? Но вот просто люди, которые этим занимаются, обнаруживают, что, ну, другое звучание, другое существование у дневника появляется. Тогда он, может быть, поможет. А если просто записать тетрадку, я не думаю, ну, я прочитаю это снова, да? Говорят люди. Ну, вот я прочитал это снова. Что мне это даст? Вот. Вопрос, наверное, в том, что в дневнике люди начинают учиться читать что-то между строк. Между своих собственных строк, которые они написали. У нас звонок. Здравствуйте. 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 Скажите, вопрос в студию можно задать? Можно. Скажите, как вас зовут? Меня зовут Ирина Николаевна. Ирина Николаевна. Задавайте. Мы слушаем, Ирина Николаевна. Мы слушаем вас. Да. Я хотела бы задать вопрос. Вот доктор, который сейчас ведет эфир, он очень много говорит о ситуациях. Нельзя ли привести конкретный пример? Если какая-либо ситуация, уже происходящая, ну, допустим, давно, несколько лет назад, вызывает психосоматику, например, определенную боль где-либо. Можно ли как-то избавиться от этой ситуации путем, может быть, моделирования, там, я не знаю, многие говорят, психосоматику завести куда-то нужно на гору, с горы сбросить. Вот можно что-то более конкретно привести в качестве примера, как избавиться от психосоматики. А у вас был такой опыт, где вы ходили к психотерапевту, и вам советовали представить, как вы идете на гору и сбрасываете с нее свои проблемы? Да, был. Скажи, скажите. Конкретно был такой опыт, и это, конечно, не сразу получается, но это помогает, это реально помогает. Поэтому хотелось бы вот услышать от доктора, что он может конкретно порекомендовать. А можно я задам вам вопрос, вы пока не кладите трубку? Напомните, как вас зовут? Ирина Николаевна. Ирина Николаевна, спасибо. А у меня такой вопрос, если я приведу историю, как вы сможете ей воспользоваться? Есть ли у вас понимание, как она может вам помочь? Алло, еще раз. Да, погромче. Ирина Николаевна, если эта история прозвучит, о которой вы меня спрашиваете, как вы сможете этой историей воспользоваться? Как вы это представляете для себя? В качестве примера я хочу получить пример, каким путем, какой техникой можно избавиться непосредственно от психосоматики, от стресса, например. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Ирина Николаевна, за звонок. Вопрос Ирины Николаевны, на мой взгляд, очень важен. И я знаю, что ответы психотерапевтов, я сейчас рискну этот ответ тоже произнести, ну, в таком духе, они иногда сердят людей. Но они годятся, на мой взгляд. В чем ответ? В том, что мне кажется, что нет техник, которые лечат. Но это вот одно из, ну, по-хорошему, большие какие-то вопросы. Ирина Николаевна, которые лечат в разных техниках. Кто-то выбирает психоанализ, кто-то предлагает визуализацию, как я услышала, кто-то предлагает, не знаю, писать списки, сжигать их. Вы знаете, была такая интересная история. Я вот такой заход сделаю, а потом отвечу. Я надеюсь, у нас... У нас немного времени до конца. Да, вы меня сориентируйте. Ну, может быть, это потом раздуем. Были в истории психотерапии ребята такие, ну, извините за фамильярность, которые решили посмотреть, как работают все известные психотерапевты, собрать их техники и издать в отдельном сжатом варианте. Назвать его НЛП? Да, и назвать его НЛП. Оказалось, что, ну, к сожалению или к счастью, техника неотъемлема в психотерапии от самого специалиста. Это первое. Но какие-то, безусловно, вещи есть, да, например, вещи, связанные с борьбой с фобиями, да, там неплохо работают техники, или вещи, связанные с снижением тревоги, связанные... Визуализация тоже одна из техник НЛП. Она там хорошо представлена. Да, когда люди осваивают тревогу и так далее. Но наша зрительница спросила нас про психосоматику, меня про психосоматику, нас про психосоматику. Мы тоже, может быть, когда-то об этом... И конкретную технику. Об этом поговорим. О болях и о каких-то переживаниях, которые приводят к болям. Про переживания нужно будет говорить. Для переживаний, для разговора про переживания или разговора о переживаниях нужен другой человек. Не в виде какой техники другого человека пока невозможно, ну, организовать. Я имею в виду психотерапевта, я имею в виду психолога, да. Вот. Поэтому... Да. Я тоже слышал такие истории, слышу их от своих пациентов, которые приходят и говорят, мы бросали с горы свою боль, мы ее передавали березам, мы сжигали. Я сейчас убираю иронию своих слов, потому что действительно люди пытаются сделать все, что в их силах. Мы закапывали, мы сжигали, мы повторно рождались, мы еще что-то делали. Ну, огромное количество техник, да. Мы дышали. Добаюкивание сейчас очень популярно, да, когда людей добаюкивают в гамаках. Да. И все, в общем, работает, и все потом... Я просто знаю об этом, что что-то вот остается у какого-то количества людей. Это не значит, что техники не работают. Это значит, что вместе с техниками работает тот специалист, который их предлагает. Ну, специалист, я вклинюсь, через себя скажу, да, когда приходят ко мне разные люди, и с одними, я точно знаю, визуализацию им нельзя предлагать, ну, потому что у них личностная структура такая, они это не воспримут, отторгнут, не знаю, их это будет злить, бесить, ну, там, все что угодно. Кому-то, кто, ну, женщины, например, вот я точно знаю, что с женщинами визуализация лучше работает, чем с мужчинами. Вот это бросит боль, потому что они в это представление картинок внутри головы своей легче присоединяют свое чувство. Вот у мужчин логика, рациональность какая-то больше присутствует. И тогда мы можем говорить о том, что специалиста выбирает то или иное направление, особенно если он владеет разными парадигмами психотерапевтической работы, и предлагает те или иные техники в зависимости от ситуации, от человека, ну, и в зависимости от личности специалиста. Я так понимаю. Ну, да, наверное. Я просто сейчас это, я вас слушал, одновременно думаю, что я ответил на вопрос телезрительницы, кажется, все скомканно и невнятно. Ну, я вам не дала ответить. Да, и может быть больше действительно вызвал, ну, недовольство какого-то, он снова ничего не сказал. Вот. Но тема, да, тема переживаний, которые сопровождаются бессонницей или болью, сегодня об этом говорили наши зрительницы, это тема, где тело страдает из-за души, из-за головы. И для, еще раз повторю, для души нужна другая душа, а для тела, возможно, подойдут таблетки, кому-то помогают они обезболить и так далее. Вот на этом я бы закончил. Поставил бы запятую, в следующий раз мы к этому вернемся. Поговорим мы о психосоматике, анонсируем в следующую передачу. Хорошо, давайте попробуем поговорить. Тема, тема на самом деле непростая, сложная. Как обычно, это слово стало таким всеобъемлющим. Все туда называется. Спасибо большое, Алексей, за сегодняшний разговор. Спасибо нашим телезрителям за звонки. Ваша активность, она позволяет нам тоже интереснее быть в этой студии. До свидания. До свидания. Берегите себя. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова